Рыбакит папа рисует Ребят, привет! Рисуем единорога красками гуаш с хорошим настроением с веселым настроением, плоской кисточкой на белом листе бумаги нарисуем единорогом смочим кисточку и нарисуем желтым цветом у меня есть разные желтые цвета но если у тебя желтый, красный или оранжевый любой бери, все у тебя получится с желтым цветом нарисуем самое главное тело единорога посередине листа нарисуем вот такую большую сардельку или огромную сосиску. Или же котлеты. Что-то такое овальное или похоже на яйцо. Но только чуть длиннее. У единорога есть голова. И голова моего единорога вот здесь будет. Вот она вот такая. Я ее нарисую. Голову, конечно же, соединим. Соединим с шеей. Это обязательно. Потому что тогда голова отвалится, если ее не соединим. А мы хотим, чтобы единорог был классный. У единорога есть ноги. Ну, их можно ногами назвать. 1, 2, 3, 4. И это очень легко нарисовать. Все рисуночки вот такие простые. У меня так. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3. Еще желтеньким. Я взял лимонный. Но если у тебя есть просто желтый, то хорошо. Я еще нарисую ушки единорога. И я думаю, пока все. Вот нарисовали. Теперь кисточку смывай. Смывай кисточку. Обязательно смывай, смывай, смывай. Я еще тебе скажу фишку художников. Они еще вытирают тряпочкой или салфеточкой, чтобы кисточка супер чистая была. Особенно после темных красок. Но ничего. Мы нарисовали теперь рог. Конечно же рог. Я думаю, рог будет синим. Или нет. Розовым. Или любой. Любой бери. Я думаю, розовый. Малиновый. Прям малиновый рог. Большой рог. Большущий рог. Нарисуем вот такой. Большущий рог. Отлично. Рог нарисован. Конечно же, грива. Грива очень красивая. Я хочу ее. Но я хочу, чтобы она была и голубая, и розовая. Из-за этого я сделаю несколько прядей. Вот так вот полосочки буду рисовать. Розовый. И вот тут даже хвост розовый и розовый. А потом добавлю голубой. Смою кисточку розовую. В принципе, малышам я советую просто розовый нарисовать. Но если вот рисуете, то попробуйте еще. Чтобы он такой красивый-красивый был. И голубой. И голубой. Может быть, даже они смешаются. Но это все равно будет красиво. Голубой. И розовый. И желтый. Вот такой у нас единорог. Конечно же, нарисуем ему ножки. Копытца называется. Копытца. А теперь тоненькая кисточка уже. Да, действительно, здесь тоненькая кисточка пригодится. Я часто рисую одну и ту же самую кисточку. Но все-таки тоненькая кисточка здесь пригодится. Потому что черненьким. Черненьким. Мы можем нарисовать ему глазик. Улыбочку. Носик. Вот такой единорог. А здесь даже полосочки можем нарисовать, чтобы он блестел. И, конечно, я думаю, какую-то травку. Он бежит по травке. Я хочу ему травку нарисовать. Можно нарисовать не только травку. Можно облачка нарисовать розовый. Но мне нравится травка. Потому что так хочется уже весной побольше травки. А весна никак не наступит. Идет до снега. Прям морозы. Но мы можем нарисовать травку сами по себе. Просто травку нарисовать. Ох, какие мы молодцы. Единорог здоровский, простой. Я думаю, Валерия сможет нарисовать такого единорога. И еще пишите, что же мне нарисовать. Еще парочку рисунков, возможно, я смогу нарисовать. Ребят, объявление, кто смотрит на ютубе, тому большой лайк. Если ты рисуешь, смотришь, то ставь лайки. Но подписывайся на другие мои телеграм-каналы, к примеру, или в ВК. А там в основном сейчас будут проходить наши стримы. Так что вот... Валерия прям быстро рисует. И здоровски получается. И такой красный он, хороший. Хороший цвет выбрала. Мне нравится. Так что приходите, подписывайтесь. Телеграм-канал сейчас пока что основной. Пытаемся перейти на него. Больше там активности будет. Спасибо за фото. Там я смотрю. И делиться можно легко. Вот прям активно, да. Разные. Агата. Агата, спасибо. Пишите, кто рисует. Потому что я... Или как-то на рисунки можно писать. Или просто написать. Агата, ты молодец. Классно получилось. И продолжаем.